Дорогие друзья, я с вами Виви и у меня для вас очередное видео, которое будет посвящено предстоящему патчу 13.2 и вы видите фрика, фрика в смысле его такой никнейм у этого человека, бывшего комментатора Riot Games, который отныне работает на Riot Games, а именно на PBE сервере одним из разработчиков. И он, имея такой уж прям доступ, рассказывает нам гораздо раньше, что же нас ждет в патче 13.2. А ждет нас, ребят, колоссальное изменение относительно Адыкери. Он нам рассказывает, что Адыкери слишком неинтересная роль оказалась в предсезоне и по какой-то неведомой причине Riot вместо того, чтобы во время предсезона вот это вот все поменять, там в патче 12.23, сразу же проверять то, что они будут менять. Они решили, а какая разница, давайте в патче 13.2 уже во время рейтинга, уже во время чемпионатов, будем все нафиг менять. И первое, что они делают, это всем абсолютно чемпионам, которые являются роли Адыкери, увеличивают базовое количество маны, увеличивают базовую регенерацию маны и базовую регенерацию хп некоторым. Некоторым, некоторым базовая только регенерацию хп. Например, видите, у Заи мана регенерация только добавилась, в общем-то ей решили даже базовое количество маны не увеличить. А вот Северка, например, мана скейлинг ее увеличили, то есть больше маны за левел будет получать и рикошет даже будет стоить дешевле. То есть тут у каждого чемпиона свое. В эти числа мы не будем вдаваться сейчас в подробности, потому что дождемся патче 13.2, когда они это протестят. Как раз неделю у них еще, полторы недели даже получается. Какие у них время есть какое-то там, хотя бы потестить это. И после этого они это выведут в игру. Но дальше вот что он же говорит, фрик. Он говорит, что у нас есть руна Оверхилл, которая немножко работает неправильно. И вообще, я вспоминаю, что года три назад, или даже четыре, когда появилась руна Оверхилл, я это тоже говорил. Шилд Вэлью, то есть щиток, который дается Оверхилл, если вы били соперника автоатаками, то у вас добавился какой-то щиточек. Раньше он был 10 единиц плюс 9% от вашего максимального здоровья. Я тогда тоже выделал предположение, что такие чемпионы, как Грейвс, либо чемпионы, которые играют там на топ-лейне, типа Иреля, Иона, Ясу, то они тоже будут этой штукой пользоваться, и для них это будет гораздо больше эффективности давать, нежели для какой-нибудь Кейтлин. Потому что у них массовое количество здоровья гораздо выше, то есть максимальное количество здоровья гораздо выше. 9%. Теперь это будет давать 200 до 300. Ой, не 200, а 20 до 300. И суммарно получается число вроде выше. И начальное выше, и конечное выше. Это если вы Кейтлин, у которой в конце игры всего лишь 2700 здоровья. И 9% от 2700, сами понимаете, получалось где-то в районе 250 всего лишь здоровья. Но если вы были Грейвсом, у которого в конце игры очень часто было под 3800 здоровья, то у него этот щиток был гораздо более эффективен. А если вы еще какой-нибудь чемпион, который играет с Граспом, Офон Дайинг, и при этом с Шилд Вэлью, а может быть еще и танковые предметы собираете, у вас там могло образоваться до 5000 здоровья, и иметь базовый показатель, то я щитка в конце игры вы могли гораздо выше. Но теперь будет он вот такой. Но самое интересное, что райты на этом не останавливаются, они вообще любят гиперполизировать все. И они в комбинацию к Оверхиллу Руне вспоминают, что есть такой предмет, как Блотерстер, то есть кровопиец, по-русски говоря. У него уменьшает лайфстил с 18% до 15%. Это не особо важно, то что вампиризм стал на 3% ниже. Главное, что его щит, который он набирает, а он набирает его точно так же, у вас есть фулл здоровье, вы начинаете кого-то бить, и у вас поднимается количество щитка. Вот как Оверхилл, так и у Блотерстера одновременно. С 50% до 320% они подняли до 180% и 450%. И я, как игрок, играющий за ассасинов, играющий за ассасинов, немножечко прифигел, скажу прямо. В конце игры на 18 уровне, да, будем гипотетически брать уже 18 уровень, мы будем иметь Адекерри, которого никто не бил, никто не поукал, а он, например, просто пошел забрать себе красный баф. Да, он как раз только что бил автоатаками красный баф и отпушивает линию на мидлейне. Он будет иметь 300 здоровья, плюс 450, ну это не здоровье, это щиток, он будет иметь щиток в 750 здоровья. А если этот Адекерри еще, не дай бог, играет с каким-нибудь Гейлфорсом и может отпрыгнуть от тебя, а если он играет еще с Шилдбовом, то бишь с Арбалетом, у него еще свой щит, когда вы опустите его ниже 30%, я вообще не представляю, как за ассасина вот этих вот монстров теперь убивать. Ну, понятное дело, что есть чемпионы, которые не будут играть Оверхилл, Блотерстер, но такие как Самира, Дрейвен, Кейтлин, ну она с Гейлфорсом только будет играть, Калиста, конечно же, она, кстати, все вот это как раз и берет. Кто у нас там еще? Нила, ну так навскидку, что-то не могу вспомнить остальных чемпионов. Но я думаю, список вы сможете дополнить в комментариях. Они будут просто неубиваемые для ассасина. Как ассасин может убить чемпиона, у которого изначально 2200 здоровья, ну 2700 на 18 уровне, А еще сверху у него теперь будет почти в 1200 здоровья, потому что 750 отсюда и плюс щиток на 380, идущий от Шелдбова. Как это убить вообще? Не говоря о том, что там еще саппорт будет где-нибудь рядом бегать, Жанна, Карма, Лулу, которая тоже ему даст щиток, если ты попытаешься ворваться. Это вообще невозможно убить. Ну и тут вы скажете, Виви, ну это же специально вот как раз против ассасинов сделали, тебе надо за ассасинов разгонять игру гораздо быстрее. Да, соглашусь, наверное, вы правы. Правы были бы, если бы у нас не было следующего пункта. А следующий пункт, ребят, этих же чемпионов еще делает сильнее. А именно, Blade of Ruined King, то есть Ботарк, для рейнджовых чемпионов усиливается с 8% на 9%. Он хит-эффектный, чтобы танков было легче убивать, потому что против этих чемпионов как раз танки были хороши. И помимо этого, вам не нужно теперь для Infinity Age, либо на Воре ждать 60% критов. Вот когда вы собирали 60% критов, только тогда эти предметы начинали работать. Теперь достаточно иметь 40% критов, чтобы Infin начал работать и на Воре начал работать. И у Фрика как раз и спросили, а вы же понимаете, что такие чемпионы, как Гангпланк, кстати, он о Гангпланке вспомнил, посмотрев только на это, и Самира будут дико сильные. И вы собираетесь их нерфить за это? На что Riot Freak отвечает, я готов нерфить всех, кому это нужно, но здесь это не нужно. И у меня возникает вопрос, он точно играет в Лигу Легенд, или он так просто ему сказали? Мы тут, короче, придумали, вот, вброси эту информацию в интернет, посмотрим, как люди здесь отреагируют. Потому что Riot сейчас очень боятся. Еще раз опростоволосится, поэтому они аж заранее до PBE апдейта. Потому что у нас есть же, вы знаете, PBE апдейт раз в неделю выходит. И мы можем с вами смотреть, что же Riot там предполагает делать. А они до этого даже апдейта вбросили эту информацию. Но, ребят, если вы думаете, что на этом этот ролик закончился, от Фрика, то нет. Что мы с вами имеем? Мы имеем с вами неубиваемого Адекерри от Ассасинов. Мы имеем неубиваемого Адекерри против танков, потому что он будет от них через Ботарк, ну, он будет лечиться, во-первых. Ботарк еще будет помогать ему процентный урон по ним наносить. Они иногда некоторые сами могут процентный урон нанести чемпионы. И, помимо этого, у них еще есть хорошая игра через криты, если они захотят. То есть танки тоже особо им ничего сделать не могут. Значит, брузеры. Ну, логично же, да? Кто у нас остался-то, кто будет убивать? Покеры да брузеры. Покеры против Адекерри, которые имеют невероятный эластил, не очень хорошо работают, скажем прямо. Но могут. Я соглашусь, что Зикс, там, Зерат, Велкос могут как-то с этим Адекерри еще посправляться. Но все равно будет тяжеловато. Но, значит, брузеры. И мы переключаемся на следующую картиночку, в которой, ребят, все предметы, которые собирают брузеры, были занерфлены настолько, что я не уверен, что их вообще стоит теперь собирать. Давайте посмотрим на первый предмет, Эклипс. Кто не в курсе, это предмет леталити. Он давал вам раньше 7% всестороннего лечения, то есть омнивампа. Отныне он не будет давать омнивампа вообще. 0% будет омнивампа на нем. Зато он будет давать вам КДР плюс 15 единичек. И щиток будет кулдаун на 2 секунды ниже. В начале, в конце игры на 4 секунды ниже. Это, конечно, круто, то, что щиточек от Эклипса вы будете получать в тимфайте чуть чаще. Но вопрос, а где лайфстил-то? Как вы будете будет лайфстилиться? Ведь идея как раз Талона, Казикса, Океаны, Зеда, в том, что они делают врыв, жертвуют своей половиной здоровья, пока они делают врыв, дают свой прокаст и восстанавливают себе здоровье за счет вот этого омнивампа и возвращаются назад. Еще они это делали в синергии с ревеню с гидрой. И что мы с вами имеем? Мы имеем то, что омнивамп вообще ничего не дает. Ревеню с гидрой теперь будет давать только 10% лайфстила. А напоминаю, что эту гидру и эклипс также, например, собирали и брузеры в комбинации. Тот же самый Рениктон или Йорик. Они это тоже делали вместе, потому что омнивамп двойной. Он всегда давал хороший бонус. А теперь нет омнивампа вообще. Получается, есть только 12% лайфстила, идущего от ревеню с гидрой. 10, извините, 10% лайфстила идущего от ревеню с гидрой. Ну и от маломортиса, кстати, видите, тоже омнивамп убрали и сделали 12% лайфстила. Но в защиту райтов скажу, что горе-дринкер, на предмет, который мертвый сейчас, горе-дринкер, его почти никто не собирает, больше не будет давать абилити хейст. Он будет теперь давать 50 здоровья и 3 абилити хейста. То есть абилити хейста они уменьшили, потому что эта четверочка не сильно решала. Ну, то есть 7, а теперь 3 дают, то есть 4 не очень решает. А вот 50 здоровья на 6 предметах все же вам будет давать 250 еще здоровья, может как-то вам помочь. Ну и, как видите, у Death Dance увеличили количество АД, увеличили количество армора, уменьшили количество абилити хейста и тегдаун хилинг, то есть когда вы добиваете противника, раньше вы могли сразу же восстановить себе здоровье, теперь будет восстанавливать не 120% от вашего бонусного АД, а всего лишь 50% от вашего бонусного АД. То есть еще один предмет для брузера был ослаблен. И то, что я вижу в патче 13.2, это то, что у нас с вами потеряются возможности убить АД Керри как панацея к ним. Я понимаю, в чем проблема райтов. Проблема в том, что начался чемпионат Китая. И во время чемпионата Китая все играют Сиверку с Лулу, Зерри вместе с Юми. Опять! Зерри, вы знаете, сейчас может играть через криты, поэтому на ней просто сидит Юми, и она вот таким вот образом живет. Ну, иногда меняются саппорты, у кого-то Лулу, у кого-то Юми. Ну, и некоторые еще пытаются играть Люциан с нами. Ну, это старая комбинация. То есть, у нас всего опять 3 АД Керри есть, райты поняли, что надо как-то кардинально это менять, нужно полностью всех АД Керри как-то бафать, чтобы появилась возможность. Да, но они опять же забывают одну простую вещь, что если вы бафаете один концепт чемпиона, то есть АД Керри, дальнобойный, автоатакер, то вы, забафав его, ломаете систему камень-ножницы-бумага. Это представьте, как теперь вот ножницы могут разрезать камень. Они не только разрезают бумагу, но и разрезают теперь камень. Ну, а так как у нас игра более, большим количеством вот этих вот составляющих обладала, то есть у нас еще ящерица и спок было, теперь очень выглядит так, что ножницы еще и ящерицу могут порезать, и спока могут порезать. И это реальная проблема. И я не знаю, как они будут с этим бороться, надеюсь, что вот им хватит этой недели, чтобы понять, что слишком жесткие изменения, и возможно, какие-то из них они исправят. Ну, чтобы я исправлял, это блатежство сразу, потому что, да, предмет мертвый, его никто не собирает, но его не собирает, ввиду того, что лайфстил недостаточно высокий он дает. Райты даже повышали из-за этого до 18%, а щиток только в конце игры реально становится эффективным, то есть ассасин обычно тебя к этому моменту убивает, но теперь у ассасинов будут проблемы, которые и так имеются, они не будут успевать просто дойти до этой стадии, где они тебя будут убивать, а дальше просто начнется совершенно другая игра. Ну и против покеров, напоминаю, у нас есть теперь мана, регенерация очень высокая, и регенерация здоровья, тоже очень высокая, для всех адекере добавили. Целый ролик идет 25 минут, я его смотреть, ну как бы я его посмотрел, просто тут в основном фрик рассказывал, объяснял нам, как это работает, зачем это делается, ну воды много он наговорил, правда я тоже сегодня много вам воды наговорил. Надеюсь вам ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать, и пишите ваши комментарии, что вы думаете, станут ли Адыкери самой востребованной ролью в патче 13.2, если вот эти изменения выйдут, либо они так и останутся, просто чемпионами, которых играют там ОТПшники. Ну вот и все, пока-пока. Мне как ассасину больно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok